Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. С вами Любовь Курьянова. Сегодня у нас необычный выпуск. В связи с режимом самоизоляции наша телерадиокомпания, как и весь мир, перешла на удаленную работу. И я приветствую вас из своей домашней студии. В этом выпуске Вячеслав Никонов запускает масштабный исторический проект 28 мгновений весны 1945 года. Православный мир отметил воскресение Христова. Япония вводит режим ЧС. А теперь более подробно об этих и других новостях. Председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов запустил масштабный исторический проект, посвященный последнему месяцу Великой Отечественной войны 28 мгновений весны 1945 года. Какой была весна 75 лет тому назад? Давайте узнаем прямо сейчас. Каждый день, начиная с 12 апреля и до 9 мая 2020 года, вы будете узнавать, что произошло в этот же самый день весной 1945. Нам не удается отпраздновать 75-летие так, как хотелось бы. Пандемия и здесь внесла свои беспощадные коррективы. Но мы можем вспомнить события победной весны, обращаясь к документам, фактам и свидетельствам очевидцев. История Великой Отечественной войны – это история великого мужества, великого самопожертвования, триумфа воли народа во имя будущего всего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, кто погиб в страшной нацистской машине смерти, живет и всегда будет жить в наших сердцах. Эту правду оспорить не может никто и никогда. И никто и никогда не сможет отнять у нас нашу победу. В этом проекте мне хочется рассказать о последнем месяце Великой Отечественной, восстанавливая его день за днем, все как было – фронтовые будни и подвиги, стратегические замыслы, планы великих держав и их лидеров, оперативные планы полководцев, интриги политиков, агония Третьего Рейха. Отмечает председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем обращении на странице проекта. Накануне был опубликован коэффициент полезности депутатов Госдумы. В тройку рейтинга вошел председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев – индекс народного голосования, индекс активности депутатов в Госдуме, индекс медийности и экспертный индекс работы в регионе. Лидерами рейтинга стали те депутаты Госдумы, которые активно работали в подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Первое место в рейтинге занял председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Со второго по девятое место расположились Андрей Макаров, Вячеслав Никонов, Ярослав Нилов, Валентина Терешкова, Валерий Гартунг, Андрей Исаев, Петр Толстой и Ирина Яровая. Эпидемия также внесла свои коррективы в деятельность парламентариев. Депутатам пришлось срочно готовить законодательную базу для борьбы с пандемией коронавируса. Все это вместе эксперты назвали стресс-тестом для Госдумы. Япония вводит режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято впервые в послевоенной истории страны восходящего солнца. Произошло это после того, как в Токио за сутки было зафиксировано рекордное число заболевших. Подробнее об этом сюжете нашего специального корреспондента Альбины Танебучи. В стране восходящего солнца сведет сакура. Обычно весной полюбоваться сакурой приезжают туристы из разных стран. В этом году ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 изменила планы миллионов людей. Вирус нанес большой удар и по туристическому бизнесу Японии. 16 апреля Япония расширила режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны до 6 мая. Приостанавливает работу сферы обучения, торговли, развлечений, массовых мероприятий, туризма. По возможности, все они переходят в режим онлайн-работы. Банки, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и транспорт продолжают свою работу. Гражданам разрешается выходить из дома за продуктами и лекарствами и для получения медицинской помощи. Правительство считает, что пандемия вызвала самый большой экономический кризис со времен Второй мировой войны. Православные христиане отметили самый светлый и почитаемый праздник – Воскресение Христово. В этом году у нас оба. Из-за пандемии впервые праздничное богослужение прошло без прихожан. Пасхальную службу в Храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл. Впервые в храме литургия проводилась без прихожан. Но у всех была возможность принять участие в богослужении дома, посмотреть трансляцию праздничной службы. Многие храмы и монастыри запустили прямые эфиры богослужений. Во время торжественной службы глава Русской Православной Церкви помолился об избавлении мира от охватившей его напасти. При участии фонда Андрея Первозванного в столицу доставили частицу благодатного огня, сошедшего в Великую Субботу в Иерусалиме. Исторические кадры можно было увидеть из храма Гроба Господня. Вопреки традиции, из-за ограничительных санитарных мер не было многочисленных паломников. После молитвы патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь только священнослужителям. Владимир Путин в этот раз встретил праздник Светлой Пасхи в часовне на территории своей резиденции в Новоогореве, а не в храме Христа Спасителя, как это было последние годы. Эту Пасху многие из нас запомнят навсегда. Но где бы мы ни находились, главное в этот день – это вера воскресения, победу жизни над смертью и пасхальное ликование, которое наполняет сердца. Христос воскресе! Как отметили Пасху в болгарском городе Старозагора, смотрите в сюжете нашего народного корреспондента. По случаю одного из главных христианских праздников – Пасхи – русский центр в болгарском городе Старозагора вновь попытался порадовать своих друзей и читателей, предложив им прикоснуться к другим эмоциям, показать, как они отмечают этот весенний праздник и с чем его ассоциируют. В конкурсе приняли участие люди всех возрастов, которые искренне волнуются в дни перед праздником, вместе со своими близкими красят яйца, пекут пасхальное хлеба, готовят традиционный стол и украшают дом. Целью конкурса было знакомство болгар с россиянами и сохранение православных пасхальных традиций. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце стало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Накануне прошли празднования, посвященные Дню космонавтики. Русский центр региональной библиотеки имени Захария Княжеского и ученики первого класса начальной школы имени Славейкова с их преподавателем провели виртуальный урок русского языка. Давайте и мы его посмотрим. Дистанционный видеоурок посетили 23 ученика. С большим интересом они познакомились с удивительными и любопытными моментами истории освоения межзвездных пространств. По случаю празднования 12 апреля, Международного дня авиации и космонавтики, доцент Алексей Стоев, ученый-астрофизик, архиастроном, спелеолог и исследователь, любезно предоставил свои материалы и видеообращения, адресованные всем друзьям и читателям Русского центра, города Старозагора. В это непростое время важно задуматься о своем здоровье, беречь себя и своих близких. Сделать это можно просто, не выходя лишний раз на улицу. Однако остаться дома для многих оказалось нелегким испытанием. Давайте помнить, ради чего мы придерживаемся карантинных мер. Теперь все обязательно наладится, и вместе мы справимся с этой напастью. Несмотря на то, до каких масштабов все это разрослось, остались люди, которые несерьезно к этому относятся, недостаточно серьезно и не верят. Я считаю, что сейчас не до походов куда-либо. Нужно переждать, побыть дома, где можно заняться саморазвитием. Можно читать книги, можно изучать иностранные языки. В конце концов, сделать генеральную уборку. Театр — это моя основная работа. И сейчас мои доходы быстро свелись к нулю. Что остается делать? Продолжаю учить роли. Устанавливаем удаленную коммуникацию с коллегами по проектам. Возможно, возобновлю педагогическую деятельность в удаленном режиме. Занимаюсь семьей, ведь дети, сидящие весь день дома, требуют повышенного внимания и заботы. Неситесь с полной ответственностью к ситуации. Берегите себя, своих близких. И мы скоро с вами снова обязательно встретимся. Да, мы сейчас вынуждены все работать дистанционно. И чтобы не прекращать свои деятельности, привлекаем зрителей, посетителей своими онлайн-спектаклями, виртуальными мероприятиями, творческими акциями. Осваиваем такие жанры, как видео, кино, медиа, поэзия, виртуальные театральные променады, иммерсивные бродилки. Прибегаем к онлайн-читкам посредством различных приложений. Многие театры сейчас даже транслируют такие читки в режиме онлайн. То есть в рамках сложившейся ситуации все мероприятия приходится перестраивать, находить новый эквивалент. Это, конечно, вызов, который сейчас нельзя не принять, но что поделать. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Вы можете сами создавать легкость этого необычного периода жизни, например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе «Корреспондент русского мира». Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Берегитесь. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова